В Якутии продолжается неделя сохранения иммунной системы. В целях профилактики организованы различные информационные мероприятия. Что влияет на снижение иммунитета и какие рекомендации дают специалисты, расскажет Даяна Федорова. Неправильный образ жизни, стресс, окружающая среда, неправильное питание и различные заболевания, такие как ВИЧ и СПИД, влияют на снижение иммунитета. Чаще всего острые вирусные, простудные или герпетические инфекции служат признаками снижения иммунной системы. Предположим, у человека вдруг ни с того ни с сего часто начал выскакивать герпес на губах или в области носогубного треугольника. Либо он начал часто болеть ангинами, чаще, чем два раза в год. Либо к нему стали прицепляться частые вирусные инфекции, острые респираторные инфекции. Он должен насторожиться и задуматься. Специалисты рекомендуют с юного возраста следить за состоянием здоровья и иммунитета. В первую очередь вести здоровый образ жизни, исключить алкоголь и курение, а также регулярно проходить обследование на определение состояния иммунной системы. В том числе необходимо сдавать анализы на ВИЧ и СПИД. ВИЧ-инфекция поражает иммунные клетки. Именно очень важные среди четыреклетки лимфоциты. И поэтому у человека ослабевает иммунитет. Естественно, человек становится поверен к многим другим заболеваниям. В данное время у нас есть лечение ВИЧ-инфекции. Мы полностью эту инфекцию пока не излечиваем, но поддерживаем. То есть убираем вирусную нагрузку. И когда вирусная нагрузка снижается, у человека начинает подниматься иммунитет. Мы принимаем анализы на ВИЧ бесплатно гражданам России с 8 до 3 часов. И биохимия, общий анализ крови, гормоны, ифа, гепатиты и на всякие инфекции на платной основе. Помимо этого необходимо своевременно получать необходимые прививки против бактериальных и вирусных инфекций. Своевременная вакцинация поднимает состояние иммунной системы. За счет чего человек или не заболеет вообще, или перенесет болезнь в легкой форме. Здоровый иммунитет позволяет человеку избежать большинства заболеваний, прожить здоровую и полноценную жизнь.